Спасибо, Николай Васильевич. Здравствуйте, уважаемые участники Круглого Стола. Я кратко расскажу о роли Центра Компетенции в реализации мер государственной поддержки в 2021 году. Центр Компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области создан в мае 2018 года в соответствии с постановлением правительства Ростовской области номер 306. Оно так и называется – О Центре Компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации. Центр Компетенции реализует организационные меры поддержки развития сельскохозяйственной кооперации и других малых форм хозяйствования, способствует созданию на территории Ростовской области субъектов малого и среднего предпринимательства и вовлечению новых членов в действующие кооперативы. Получить информационную и методологическую помощь в Центре Компетенции могут граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Главы крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственные и потребительские кооперативы, а также лица, которые только планируют осуществлять свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Возможность использования мер государственной кредитно-финансовой поддержки для создания и развития собственного бизнеса начинается прежде всего с информированности. Центром Компетенции заключены соглашения с ведущими областными организациями поддержки малого бизнеса. Это агентство поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, лизинговая компания Ростовской области. Есть опыт взаимодействия с кредитными учреждениями, в том числе с Росхозбанком. Следующий докладчик более подробно с демонстрацией слайдов осветит данный вопрос. Итак, с одной стороны есть личные подсобные хозяйства, фермеры, кооперативы. С другой стороны есть различные инструменты, при помощи которых данные малые формы хозяйствования могут реализовывать свои бизнес-проекты. Такими инструментами могут быть гранты, субсидии, льготное кредитование, лизинг. Центр Компетенции готов помогать представителям малых форм хозяйствования определить наиболее эффективные, в каждом конкретном случае свои, инструменты для развития бизнеса. Помочь разобраться фермеру, на какой вид поддержки ему следует обратить внимание, с учетом именно его специфики, имеющейся материальной базы, наличие земельных участков и так далее. Мы поможем инициативной группе фермеров создать кооператив или обратиться в кредитные организации с целью получения заемного финансирования, в том числе с применением механизмов льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. После того, как определенный инструмент развития проекта, мы готовы помочь в подготовке и оформлении документов, необходимых для участия в конкурсном отборе на получение грантов и субсидий. Когда участник конкурсного отбора становится победителем, возникают иные вопросы, связанные с сопровождением, такие как подготовка отчетности, внесение изменений в бизнес-план, внесение изменений в уставные документы. В данных вопросах Центр компетенции также готов оказать консультационное сопровождение и помощь фермерам и кооперативам. Немного цифр за 2020 год. Центром компетенции в 2020 году вовлечены более 90 новых членов сельскохозяйственные потребительские кооперативы, оказано более 2000 консультаций, подготовлена программа развития сельскохозяйственного потребительского кооператива «Развилкина» для получения гранта на развитие материально-технической базы, оказано содействие в создании и регистрации шести сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Совместно с саморегулирующейся организацией «Агроконтроль» проведены четыре тематических семинара в формате видеоконференц-связи для руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, глав крестьянских фермерских хозяйств. Совместно с Минсельхозпродом области проведено четыре межрайонных совещания по вопросам участия крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в реализации грантовых программ и регионального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации». В 2021 году мы планируем продолжать консультационно-методическую работу и оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Благодарю за внимание. Алексей Викторович, а что стоят ваши услуги? Наши услуги для представителей малых форм хозяйства не бесплатны. О! Тогда надо к банку идти через вот эту организацию. Вот для Левченко и еще один совет. Да, и вопрос, пожалуйста. Да, хотелось бы поблагодарить руководителя этой организации. Мы пользуемся и довольно-таки давно, и работаем с ними. Александр Олегов, нам помогает. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!